Заводить семью мужчине и не найти себя, это не очень хорошо. И гулять и не найти себя тоже не очень хорошо. Поэтому единственный выход, если мужчина не развился как личность, он старается не гулять, не строить отношения с женщинами, старается развиваться как личность и крепнуть, вставать на ноги. Когда мужчина становится крепким и способным терпеть женские эмоции, то есть женщина обижается на него, он не злится на нее, а просто спокойно относится к этому, значит, он развился как мужчина. Есть очень хорошие, два хороших признака того, что мужчина развился как мужчина для женщин. Первый признак, он готов вас содержать. Второй признак, он терпит ваши эмоции. Если одного из этих признаков нет, значит, ему трудно жениться, трудно вас взять замуж, потому что он не развился. И часто мужчины тянут резину, они говорят, ну, давай подождем, мы еще не созрели. Для того, чтобы жениться, это значит, что они просто не развились как мужчины. За какого мужчину выходить? До 15 лет разница в возрасте старше не проблема вообще. До 5 лет младше тоже не проблема. Больше младше уже проблема, больше старше тоже надо думать. Но лучше старше, и там до 15 лет не проблема. Ну, то вот так. То есть женщина должна просто найти себе развитого человека. Если он развитый, значит, он принесет счастье. Неразвитый, значит, будут проблемы. Итак, движемся вперед. Первая цель, высшая цель мужчины и женщины — это святость. Постичь, что такое святость, почувствовать ее, заряжаться, заряжать свою батарейку от Бога. Святость иметь с Богом. Это самое главное, это дает отчасти сильную устойчивость жизни и способность побеждать судьбу. Следующая стадия для женщин — личная жизнь. Не означает семья. Женщина не должна думать о семье. Она должна развивать личные отношения, которые потом перейдут в семью. Она заботится о подружках, должна о родителях, о каком угодно. И в этом заключается ее жизнь. Но при этом она параллельно подрабатывает. Если ей не на что жить, она может подрабатывать. А если есть возможность жить у родителей, и они согласны, тогда это самый лучший вариант для женщин. Но при этом там не надо расслабляться у родителей. И когда часто у женщины, у родителей, девушки становятся очень сонными, постоянно спят, ничего не делают там, это тоже опасно. Первое у мужчины — святость. Второе — труд, работа или развитие себя как личности, социальное развитие. Третье — семья мужчины. На третьем месте семья стоит. Обязательно, когда человек утвердился, он не должен гулякой быть. Я московский озорной гуляка. Да? В переулке каждая собака знает мою легкую походку. Вот этого не надо. Этого не надо. Потому что мужчина, когда имеет уже средства на жизнь, самый легкий путь — это просто иметь много девушек и наслаждаться жизнью. Вот это и есть самая ужасная, разрушающая сила, разрушающая жизнь мужчины. Когда мужчина просто гуляет, то есть наслаждается женскими телами разными, он рушит свою судьбу. Хоть и кажется, это жизнь сладкой. Послушайте теперь меня внимательно. Когда человек в невежестве живет, он просто ни с кого не спрашивал, сладкая у меня жизнь или не сладкая. Ему всегда кажется, что сладкая. На самом деле она горькая. Потому что все ему об этом и говорят. Слушай, ты как скотина живешь, как свинья. Переставай так жить. Стань человеком. Понимаете? То есть если люди так говорят, значит, это правда. Особенно если несколько человек так сказал. Теперь люди в страсти. Люди в страсти, они как бы не могут развиться полностью. Они не могут свое предназначение найти в жизни, потому что деньги рушат их жизнь. Они просто живут для денег и не могут развиться как личность глубоко. Люди в благости — это те, которые ставят своей целью святость. Как только человек поставил, что я святость хочу ставить, цель в жизни, он уже становится благостным, даже если у него не все качества благостны. Придет время, он разовьется. Это просто вопрос времени. Как, допустим, одного наставника спросили. Человек, который встал на этот путь святости, он уже думает о святых людях, учится молиться. Он возвышенная личность или нет? И в ответ этот наставник показал два манго. Он говорит, вот смотри, вот зеленая манго, вот спелая. Зеленая манго — это манго или не манго? Им говорят, манго, но оно же горькое, кислое, его есть невозможно. Да, это факт. Так манго или не манго? Манго. Ну то есть того человека, который встал на духовный путь, он кислый, горький, с ним дела иметь невозможно, но это уже манго. Придет время, он станет сладким. Через несколько лет он станет сладким. Поэтому такого человека уже надо уважать, относиться к нему хорошо и строить на него планы. Допустим, девушка выбирает себе человека, он видит, что парень интересуется духовной практикой, развивается, но у него много плохих качеств характера. Не бойтесь, его характер через несколько лет станет в тысячу раз лучше, чем сейчас. Не бойтесь, смело выбирайте такого человека. Или другой человек имеет очень хороший характер, но не хочет заниматься духовной практикой. Тоже хорошо за него выходить замуж и сделать так, чтобы он начал заниматься духовной практикой. А если человек не имеет хорошего характера и не хочет заниматься духовной практикой, тогда уже... Извините, я бы вам не советовал за такого человека замуж уходить. Итак, теперь слушайте меня внимательно. Есть три типа разума у человека. Есть три, как бы, и как светофор. Есть разум, который находится вот здесь, в области лба. Он связан с сознанием. Есть разум, который находится в области сердца. Он связан с любовью. Есть разум, зона. То есть это не три разума, а три отделения разума. Разум один, он находится в душе. Душа распространяет из сердца три луча. Потому что у души есть три аспекта сознания. Первый аспект сознания называется желание знать. Душа хочет знать. Все хотят знать. Без знания невозможно жить. Человек узнал что-то, он стал счастливым. Кто из вас почувствовал, что знание сделало вас счастливым? Поднимите руки. Видите? Вот. Второй аспект разума – это любовь. Кто из вас почувствовал, что построив праведное отношение, появилась любовь и появилось счастье? Поднимите руки. Видите? Вот это тоже. Третий аспект разума – это стабильность жизни. Кто из вас правильно организовал свою жизнь, жизнь стала стабильной, и вы почувствовали счастье? такие видите тоже есть такое потому что вы по природе руководитель а руководитель любят вещи связаны с социумом фактически очень часто я слышал слово счастье ваше понятие во всех четырём категории мы сможем определить чему они должны стремиться в моем понятии счастья субъективными факт знаете слова богатый откуда идет богатый что значит как расшифровывать конечно есть еще богатырь слова богатырь это тот кто несет бога слово древнерусской тырить означает нести вы немножко перефразирует богатырь это тот кто несет людям бога дает людям возможность жить с богом богатырь а богатый человек это тот кто понимает что такое энергия бога деньги являются энергией бога если человек только для себя деньги используют тогда в этом случае он эксплуатирует энергию бога и пытая или пытается богом стать сам делает из себя бога деньги это сила дающие людям счастье если человек правильно ее используют он становится святым тот человек который живет в монастыре он может стать святым будучи нищим но если человек господствует в обществе управляет и при этом деньги способен оторвать от себя и сделать общество счастливым вот такой ведок считается человек более святой чем священник потому что у священника нет искушения а у того кто управляет обществом искушение навалом что касается счастья то есть счастье и счастье земное есть счастье духовное два вида счастья земное счастье означает что человек просто нашел с помощью знания как правильно жить нашел гармонию с этим миром и он в принципе радуется жизни который живет то счастье имеет временную природу потому что с возрастом постепенно радости такой становится меньше как ни крути вот даже можно в песнях это услышать например один певец поет он пел в молодости пара пара порадуемся на своем веку красавица и кубку счастливому клинку ну то есть в молодости он пил так он радовался жизни имел такое счастье но потом 40 лет спустя 40 лет спустя он пел начал петь другие песни сколь дней осталось как снять усталость зеленоглазые такси притормози притормози и увези меня туда где будут рады мне всегда но то есть видите пожилому человеку счастьем является его заслуги перед людьми есть люди радуются ему он жизнь правильную прожил то это для него счастье таким образом духовное счастье или счастье которое связано с бескорыстием или способностью служить другим принимать свою судьбу являются признаком того что человек понял по настоящему что такое счастье а если уж говорить о самом глубоком понимании этого слова то слово счастье она состоит из двух слов древнерусских час и те то есть существование сейчас это значит что человек принял свою судьбу и благодарен богу за то что бог ему дал когда человек все принимает жизни своих близких друзей работу все что у него есть и благодарность от этого испытывают он входит настоящее время до человек настоящее время входит он становится счастливым потому что есть еще два типа людей люди которые живут прошлом они живут в невежестве они постоянно скорбят и всем недовольны люди которые живут будущем они живут в страсти и они постоянно ждут приобретение от жизни они живут тем что у них будет когда-нибудь они живут тем что бог уже сейчас дал вот в этом разное понимание счастья три вида счастья есть еще духовное счастье означает в отношении со святостью это самый высший способ счастья когда человек достигает этого счастья он обретает понимание своей вечности и достигает отношений с богом в конечном счете это очень высокий уровень таких людей называют трансценденталистами в ведах и они миллионы больше раз счастье испытывают чем мы можем себе даже представить и поэтому ничего в жизни на они отрекаются от всего кроме вот этих отношений с богом хороший вопрос спасибо казанский клуб благость набирает людей вот это это клубы благость это специальная организация которая создана для того чтобы давать людям межрелигиозное образование никуда их не не перетягивая это очень важный мой проект у нас порядка 200 клуба благостью же по всему миру они все имеют связь друг с другом они имеют единое преподавание единое управление и в этих клубов благость я провожу молитвенные ретриты то есть я людей очень более глубоко обучаю молитве примерно раз в месяц два месяца мы собираемся и все каждый своей традиции духовной садится каждый свой молитву читает и мы потом обсуждаем что получилось то есть я даю задание то есть мы такие практику мы проводим в этих клубах благости то есть это для более там на в этих клубах обсуждают люди мои лекции и вот есть определенная программа обучения по ним и люди идут по этой программе развиваются как личности меняют свою жизнь вот все объявления дальше ваш вопрос супер вопрос спасибо я вот как сразу эту тему не затеял не за мои хорошие поймите чтобы если вы хотите что-то понять то знаете оценка человека всегда находится вот здесь беда объясняет что вместе с душой вот здесь сердце также живет еще представительство бога и называют сверх душа мы это чувствуем как голос совести ощущение радости ощущение любви и счастья исходящее сердце поэтому каждый человек который хочет жить разумной жизнью должен сесть успокоиться настроиться на святость потому что через святость можно с богом сконтактировать первая стадия это спокойствие пока вы беспокоитесь о чем-то думаете вы не сможете понять удовлетворены вы этим или нет когда человек успокаивается думая о чистоте о святости о боге то на второй стадии он может задать себе вопрос а я правильно это делаю или нет и там в сердце обязательно появится ответ но проблема заключается в том что этот ответ не всегда будет соответствовать вашим ожиданиям и надо быть готовым понимаете если ты спросил сердце тогда быть готов что сердце может тебе отказать и чувство возникнет не то которое бы ты хотел приведу пример я как-то изучал вообще святых людей мне было интересно и я как-то увидел эту огромную очередь которая стоит святой матроне в москве проходя мимо я заинтересовался этой личностью и взял ее изображение и просто у меня был вопрос серьезный я и задал в это время я уже знал что такое отношение сердцем как молиться как чувствовать правильно или неправильно что делать так далее я просто задал ей вопрос мысленно и сразу ну как бы в ответ сердце был не такой как я бы хотел и естественно для человека это естественно я потом посмотрел на нее задал вопрос а может быть вот так и я почувствовал улыбку как бы ее в глазах добрую такую улыбку и такой ответ а может быть и так добрый такой ответ но если не хочешь слушать и живи как можешь я как бы разобрался в ее ответе и через силу как бы сделал так как как я почувствовал от фотографии и это была правда чистейшая правда это спасло меня от больших проблем вот поэтому удовлетворенность человека можно конечно получить через сердце мои хорошие но знаете что есть три признака совести которые действуют безотказно первый признак это общество хороших людей те которые идут самосовершенствование если вы в этом обществе садите вопрос то люди вместе посоветовавшись вам скажут правду друг с другом они начнут общаться и скроют истину второй способ сконтактировать совестью своей сверх душой это спросить у наставника потому что в этот момент бог входит него и дает ему правильный ответ потому что через любовь к младшему наставник говорит всегда истину по отношению к тебе он никогда не ошибается если он по-настоящему по-доброму тебя любит и третий способ это открыть священное писание часто люди так делают они просто за одну задумку задумывают найти правду и начинают и открывают священное писание читают там где они открыли они находят ответ сразу вот этот третий способ это три авторитетных способа которые никогда не дают осечки а слушать свое сердце знаете это надо развиться чтобы его слушать часто в сердце действует не сверх душа а наша просто наш собственный эгоизм или наше желание когда человек слушает сердце только не подкрепленная старшими не совет советами наставников и своих честных друзей священных писаний то есть вероятность что ваше сердце вас обманю потому что в сердце есть две правды одна правда это моя корысть а другая правда это правда бога и часто правду бога слушать не хочется потому что она горький вкус имеет а потом только сладкий а своя правда сразу сладкая потом горькость когда время проходит и так высшая цель жизни это главное если человек не питает корень дерева вряд ли он сможет серьезно развиться как личность и достигнуть удовлетворение в своей деятельности это маловероятно изучайте что такое молитва что такое святость если даже у вас нет веры все равно изучайте это потому что приобретение веры когда человек становится верующим это определенный этап на пути самосовершенствования на первом этапе человек просто общим знанием интересуется им интересно просто развиваться как личность на втором этапе ему он уже понимает что нужно какие-то повторения как-то развивать разум он начинает повторять я желаю всем счастья или какие-то молитвы экспериментирует пробует чаще всего на этом этапе ему все интересно все веры нравится или какие-то несколько вот и потом постепенно он погружается погружается глубже и все-таки выбирает какое-то одно направление духовное и даже интересно знать что когда человек уже выбрал свое направление духовное допустим слушать мои лекции наступает такой момент когда он выбирается и наставника и наставник ему говорит ну как бы я если ты хочешь чтоб я тебе наставление давал тебе уже не надо слушать лекции олег геннадьевич я вас благословляю я вас благословляю не слушать мои лекции в этот момент начать служить того кто вам дает наставлю это мои бога это это то чего я хочу в жизни это мое счастье если вы пойдете дальше но я не могу уже дальше вас вести в этом случае потому что это следующий этап жизни и так вот такой путь человек проделывает в своем развитии не надо прыгать никто не может перепрыгнуть себя если вы чувствуете вам не хочется быть религиозным человеком это нормально просто развивайтесь придет время вниз несомненно вы выберете свою веру без всякого сомнения без всякого сомнения некоторые люди думают что можно без всякой веры развиваться а просто развиваться ну самостоятельно это заблуждение некоторые люди записываются в какие-то кружки где нет никаких священных писаний они думают что там тоже духовная практика это тоже заблуждение духовная практика всегда связана с каноном с каким-то духовным это все священные писания означает только одно это духовное образование и духовное образование это самая сложная наука которую очень трудно постигать поэтому когда человек приходит уже к тому что он изучает священное писание по чьим-то руководством естественно в какой-то вере потому что люди говорят где мне найти наставника сначала человек выбирает веру а потом уже наставника только так по-другому никак не получится понимаете если вы хотите изучать духовную науку просто с теми людьми которые сами что-то сочинили и они придумали какое-то свое направление там без священных писаний без цепи ученической преемственности без всего тогда это просто самообман вот это очень опасно вот туда не под не попадаете под такие ситуации а 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 и а а а а что